В этом видео замена стандартного редактора TNMCA в Joomla бесплатным плагином, по сути, конструктор контента для ваших статей. Перед вами страница на каталог расширений, плагин бесплатный, плагин новый. Судя по этой информации, добавлен он в репозитории 19 марта 2021 года. Я надеюсь, этот плагин будет развиваться и дальше, добавляя новые и новые возможности. В этом видео давайте посмотрим его настройки. Меня зовут Федор Васильев. Итак, это пятый урок из серии данной статьи. В предыдущих видео, кто не смотрел, я рассказал о полезных бесплатных плагинах, такие как оптимизация всех ваших изображений в современный формат VP, улучшение системных сообщений Joomla, полезные SEO-плагины. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. А в этом видео давайте посмотрим на замену редактора. Данную ссылку на данную страницу я оставляю на своем сайте fedorvasiliev.com в данной статье. Давайте поставим данный плагин на демо-сайт и посмотрим, что он умеет. Если я правильно произношу Sparky Page Builder, данный плагин называется, давайте его установим. Ничего подобного я еще на Joomla не видел, но это не значит, что этого нет. Лично я такого не встречал. Далее перейдем с вами в плагины. Кликаю по ID, кликаю еще раз, чтобы отсортировать и увидеть. Он у нас автоматически включается, видите, контент Sparky Content. Здесь настроек никаких нет, кроме установки цветов для темплейта. И есть еще Sparky Page Builder, плагин без настроек. Если мы сейчас пройдем в статьи создать новую статью, мы увидим с вами, вот он, стандартный редактор. Вот этот редактор, которым вы пользуетесь. Сам этот редактор, на мой взгляд, уже давно устарел. Давно пора в него уже в ядро Joomla внедрить конструктор, чтобы можно было контент делить хотя бы на колонки. В общем, все похоже, как в Gutenberg на WordPress, кто знаком с WordPress. Честно говоря, конечно, сам Gutenberg мне не особо нравится, но что-то такое похожее я надеюсь увидеть в Joomla 4, когда она выйдет. Но пока мы довольствуемся сторонними плагинами. Как активировать плагин? Мы переходим в общие настройки, вкладка сайт, вот здесь редактор по умолчанию, видите, TNMCA. Мы с вами выбираем, вот он появляется, Editor Sparky Page Builder. Как только мы его установили, здесь появляется он. Выбираем здесь, сохранить, закрыть. То есть, в любой момент вы можете переключиться обратно на старый редактор, если это понадобится. И давайте посмотрим, создадим новую статью. Изначально для вас это будет эффект неожиданности. Смотрите, будет казаться, что здесь что-то не так. Куда делся поле для ввода текста? И вот эта колонка как будто смещена криво вниз, а не находится справа. На самом деле, так и все и должно выглядеть. Это все дело привычки. Просто если вы попробуете его, и вам он сильно подойдет, нужно будет просто к нему привыкнуть. Я не буду рассказывать о всех его возможностях, просто покажу принцип его работы. Потому что здесь ничего сложного нет. Да, единственное, что он на английском языке. Но разобраться, я думаю, здесь не составит сложности. Я в нем немножко покопался и быстро все понял. Здесь, как обычно, заголовок статьи. Здесь у нас ничего не меняется. Сам контент вы пишете. Вот здесь у вас будет сразу область контента. Вы можете здесь писать все, что угодно. И давайте сразу определимся. У нас есть анонс статьи. Зайдя в подробнее, мы видим полную статью. Вот сразу надо подумать об этом. То есть вот здесь внизу видите кнопку Red Moe. И есть кнопка Page Break. Разрыв страницы. То есть смотрите, Red Moe мы нажимаем. Все, что будет ниже вот этой черной черты, вот это все выше, это будет для анонса. Соответственно, вот эта ссылка Add Row добавить к строку. Как раз она добавит, по сути, колонку. То есть по клику на Add Row возникает, видите, сразу сетка, макет, как в конструкторе, кто пользовался различными конструкторами страниц типа SP Patch Builder или Grid Box. Давайте здесь сразу я разделю на... Вот у нас есть две колонки. Вот это все, что ниже черной черты. Соответственно, это будет полная статья. Давайте с анонсом. Просто выделяете этот текст, который здесь по умолчанию. Вот так вот вставляете обычный текст. Все остальные вкладки у нас идут, как и в обычной статье. Если вы привыкли изображение добавлять первое для анонса через изображение ссылки, то здесь ничего не меняется. Давайте проверим. Добавим какую-нибудь картинку. По поводу категории ниже, да? Ваши категории Joomla. Выбираем здесь. Давайте вот на этом уровне я просто сохранюсь. Пойдем на сайт. Пойдем в категорию Joomla. И мы увидим с вами не очень красивую ситуацию. Здесь картинка и текст. Видите, у нас все вот здесь вот неправильно отображается. Дело в том, что либо здесь мы, если это ошибка, ждем, когда обновится плагин, либо мы здесь картинки не используем. Это я специально сделал, чтобы показать вам, как это выглядит. Картинку, если мы добавляем в анонс, то здесь вот есть такой плюсик. По плюсу мы увидим плагины. Это все доступные плагины, которые сейчас есть. То есть мы хотим вставить вступительное изображение. Выбираем здесь имидж. Вот здесь есть такая маленькая стрелочка, кликнув на которую мы перемещаем изображение выше текста, если это требуется. И видим шестеренку над изображением. Нажимая на нее, вот здесь вот мы с вами и загружаем наше изображение. Вставить. Дальше другие параметры alt-text. Это для SEO картинки именно прописывайте alt. Здесь более подробно я останавливаться не буду. Выравниваю по центру изображения. И save. Вот так это выглядит. Давайте сохранимся, посмотрим, все ли в порядке сейчас. Обновляюсь. Вот, в данном случае сейчас анонс выглядит нормально. То есть здесь просто привыкнуть надо. И какие-то есть моменты специфические. Не использовать картинки здесь. Если вы, конечно, уже сайт ведете, и у вас картинки залиты здесь, и вы установите этот редактор, конечно, будут какие-то проблемы с отображением. Больше всего подойдет для новых сайтов. Ну или если вы здесь не загружали изображение. Ну или можно писать разработчикам, по идее это неправильно. Он, по идее, должен адаптировать это, чтобы картинки отсюда тоже нормально смотрелись. Но плагин новый, думаю, что он еще обновится. Все, с анонсом, например, мы разобрались. В подробнее я захожу. А вот как раз-таки здесь мы хотим длинная-длинная статья делить на красивые блоки, на колонки. Все это мы делаем уже вот здесь. Мы с вами добавили, с вами две колонки. Вот смотрите, есть вверху элементы управления. Это для общей, так сказать, строки. Если мы зайдем в эту шестеренку, мы можем задать, например, цвет всей строки. Поставить птичку на всю ширину. Но здесь нам шаблон не позволит. Это если у нас есть какой-то шаблон без правого сарадбара, растянут во всю ширину, тогда, возможно, с этим можно и будет фул ширину сделать. Давайте на того, что мы имеем. Кликаем сюда, вы выбираете любой цвет. Или это бэкграунд можно залить картинкой. Картинку можно повторять, не повторять. Повторять по горизонтали, по вертикали. Можно зафиксировать при прокрутке страницы картинку, что дает эффект пролакс. И даже адаптивный дизайн. Здесь можно настроить. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Save. Видим, что здесь все красится. Сохранить. Пойдем на сайт. Мы находимся с вами в полной статье. У нас появляется такая тонкая полоска. Просто потому, что контента там нет. А контент в колонке добавляется по этим маленьким плюсикам. То есть здесь может быть и видео с YouTube, и иконки, и имидж, и плеер здесь есть, аудио. И кнопка Button. Параграф, просто текст. iFrame, да, то есть вставить сайт, чтобы другой сайт через окно вашего сайта можно было показать. Custom HTML, то есть HTML-код. Joomla-модули. То есть такие самые распространенные можно вставить. Сепаратор-разделитель и разрыв, например, пустой промежуток, чтобы отступ задать. Просто вам показываю, да, чтобы просто расширить вот эту информацию. Смотрите, допустим, имидж. Дальше мы заходим, добавляем само изображение. Вы уже знаете, как это делается. Save. Во вторую колонку, например. По поводу видео. Видео здесь добавляется, если вам надо загрузить видео прямо на ваш хостинг. То есть это не подойдет. Здесь бы, конечно, было удобно, чтобы здесь можно было сразу вставлять YouTube. Поэтому не подойдет здесь это. Удаляется это вот так. Тут есть такая корзинка напротив каждого элемента. Окей. Видео с YouTube можно вставить даже через параграф. Просто я скопировал код плеера с YouTube, вставляя просто в редактор текста. Он вставляется, да. Но с адаптацией здесь немножко вопросы. То есть он, как бы, видите, вот эти черные полосы сверху-снизу не очень хорошо. Он как бы обрезается, да. Ну и на просмотр имитации мобильного устройства здесь идет контент в две колонки. Это неправильно. Но здесь есть решение. Здесь хорошо, что это есть. Смотрите. В основной шестеренке ROVA, да, вы заходите. Вот здесь у вас Column on Table Auto. Вы ставите одна колонка Save. То есть на мобильных устройствах в одну колонку отображать контент. Видим в две колонки. Обновляюсь. Видите, перестраивается. Изображение вытягивается. Видео более-менее приемлемо смотрится. Здесь не хватает конкретно плитки под YouTube, чтобы ссылку вставил и работало. Ну, может быть, я пробовал здесь и вайфреймом вставлять. И самый простой вариант мне показался просто через текст вставить видео. Если видео будет в одной колонке, возможно, оно будет лучше смотреться. Давайте посмотрим. То есть вот у нас есть текст в анонсе. Я с новой строки вставляю просто кусок кода YouTube, который дает сам YouTube. И посмотрим с вами. Обновимся. То есть видите, вот так он смотрится лучше. Ролик YouTube. То есть нету полос, ему хватает места. Но на мобилке тоже. Он не совсем мобильная версия. Но он и за края не улазит, этот плеер. Но он обрезается. Ему места не хватает при размере экрана 430. И появляются полосы. Как бы не совсем правильно. Но имеем, что имеем. Потом, что касается ссылок обычных в статье. Вот выделяем текст. Вот она ссылка. Вот сюда вставляем ссылку. Окей. Это если нужно внедрить ссылку. Думаю, просто вам нужно поковыряться и все будет понятно. Смотрите, я захожу в общую шестеренку. Вот давайте я цвет уберу у общей, так сказать, строки. Нажмем сохранить. Сохранить. Если сейчас посмотрим, то увидим просто контент в две колонки. Соответственно, каждую строку вы можете подкрасить. Также абсолютно. Только это будет окраска одной колонки и окраска другого цвета в другую колонку. По плюсу, соответственно, вы просто то, что вам нужно. Вот кнопку, видите, вставили. Делаем кнопку по центру. Во всю ширину кнопку, да, колонки. Текст на кнопке. Например, скачай. Текст color, цвет текста. Button color, цвет кнопки. Пускай кнопка будет желтая. А цвет черный. Текст. Дальше. Ссылка на кнопку вешается здесь. Скругление можно задать. Размер. Вот, например, custom font size. Делаем 30 и ставим PX. Save. Вот такая кнопка получается, да. Но только, конечно же, цвет ее можно сделать пожелтее. А, ну да, я здесь немножко ошибся. Я сделал, видите, рамка желтая. Я думаю, почему кнопка становится border. Border, это у нас рамка. Background color. Вот. Вот цвет заливки. Я здесь немножко ошибся. И также normal. Это font size. Размер шрифта. Сразу можно выбрать какой-то крупный, например. Ну, он у нас и так крупный. Ну, вот такая вот кнопочка получается. Ну, и border radius 10 PX. Ну, это скругленные края, чтобы она была посимпатичной. Чтобы немножко задать внутренних отступов. Вот, чтобы она симпатичная кнопка вот такая была. Да, видите, у меня по краям тут отступы. Вот здесь вы добавляете. Вот она ширина 150 пикселей. Высота внутренней отступы 40 у меня. И сохранить. И кнопочка вот такая симпатичная. И на сайте. Вот, видите, колоночки. У нас с вами цветные, да? Кнопка скачать. Я думаю, можно приспособиться к этому плагину. Тем более, будет развиваться, я думаю. Ну, или подождать, когда он действительно станет еще лучше. Добавить новых элементов, новых плагинов. И можно им пользоваться. И также вы внутри можете добавлять, видите, no row. То есть, например, внизу еще три колонки. Так сколько угодно. То есть, по сути, как конструктор страниц. Но только это конструктор именно статей. Чтобы удобно это все было. Мобильная версия есть. Самое главное. Все. Думаю, что он будет развиваться. И я думаю, что у него может быть большой успех у этого плагина. На этом серия уроков в данной статье подошла к концу. Надеюсь, этот урок вам был полезен. Увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok